Я сделала опытный образец, чтобы проверить форму, правда еще, но думаю на бабочку похож. И сегодня мы будем работать шерстью с волокнами вискозы в больших количествах. Будем делать что-нибудь более яркое, чем у меня тут. Набор у меня такой сегодня не очень жизнерадостный. Шерсть, я забыла как называется цвет, корица, может быть это итальянская шерсть. Немножечко вот такой фиолетовые лесные ягоды. И вискоза взяла чуть-чуть поярче, повеселее. Будем колдовать. И нам с вами потребуется еще вот такая булавочка. Продается в рукодельных магазинах. Это маленькая булавочка. Она длиной 5 сантиметров, то есть небольшая. Может быть есть чуть-чуть поменьше, но вот чуть-чуть можно поменьше взять. Совсем маленькую тоже не очень хорошо, но и больше не очень хорошо, потому что тогда получится огромная. Но это зависит от того, куда вы это все будете прикреплять и как будете использовать. Я взяла вот 5 сантиметровую булавочку. Кто в прошлом году уже был подписан на проволок, вы помните, мы валяли такого гномика, мы валяли застежку на основе вот таких булавок больших. Сейчас мы сделаем из этой булавки вот это вот тельце. А крылышки сваляем отдельно. И, пожалуй, начнем с тельца. Я буду его валять так, не переключая камеру. Шерсть. Кошка мне все время помогает, как я не стараюсь. И у меня лента, но можно брать и кардачос для вот этого его туловища, для вот этого. Если вам тяжело будет плотно наматывать ленту, то вот так вот подкатайте чуть-чуть. Ваша задача, вот этот жгутик сделать таким, чтобы он у вас не рвался под руками и вы могли достаточно с большим усилием тянуть. И что я делаю? Я расстегнула булавку и наматываю плотно эту шерсть на ту часть, которая, как бы сказать, это верхняя, где не жало, а вот эта вторая часть. Намотать нужно туго. Вопрос, сколько наматывать, имеет первый ответ. Такой практически технический, можно сказать. Вы должны намотать столько, чтобы у вас, когда булавка будет застегиваться, была вот здесь свобода для ткани, на которой вы ее будете пристегивать. То есть, если вы намотаете больше ширины вот этой, то она у вас не застегнется просто. Но толщина может быть разная, может совсем вот тоненько я вот так намотала, но уже железяки не видно, как бы можно, в принципе, было бы уже остановиться. Я люблю потолще. Второй вопрос, ответ, это уже ответ, как бы, внешнего вида. Что вы хотите получить? Хотите жирненькую такую бабочку? Мотайте потолще. Хотите обозначить только эту перемычку, то мотайте поменьше. Вот эту часть, вот эту верхнюю, вот эту часть вы тоже должны обмотать шерстью внутри там. Дойти почти до этого сгиба. Чуть-чуть потом шерсть, когда мы будем ее подваливать, расплывется, но вот эту вот часть, где головка, тоже нужно шерстью крутить. Крутим. У меня закончилось. Беру следующий хвост, кручу все время в одну сторону. Потому что потом будем подваливать все это. Нужно, чтобы при подваливании оно никуда не съехало. Вот это вот, где кольцо, часть тоже плотно к кольцу, можно даже немножечко на кольцо залезть, но оно немножечко еще, когда мы будем подваливать, слегка шерстка расплывется. Но, тем не менее, закрыть железяку нужно максимально хорошо, чтобы не просвечивало, не торчал металл. Видно? Вот я где петли вот так закрыла, и где кольцо вот так. Что еще может пригодиться, если вы сомневаетесь, что у вас хорошо держится вот это вот все? Вы можете взять нитки, но нитки должны быть приваливаемые. То есть, это не должна быть синтетика, это не должен быть сильно крученый хлопок, шерсть, мохер может быть. Если ручная какая-то пряжа есть у вас, годится. Если нет ручной пряжи, вы можете скрутить ее. Например, взять тоненько волокна вискозы из шерсти, из которой вы планируете валять бабочку, и скатать такие тугие-тугие, скрутить жгутики. Тогда у вас получится ниточка в цвет вашей работы, идеально подходящая. Ну вот, я намотала тоненько, я люблю потолще, но можем сейчас на этом остановиться. Ниточка. Ниточку необязательно брать, можно не брать. Но, если вдруг у вас плохо держится, возьмите и перемотайте. Вот так. Туда-сюда прошлись. Не сверх зафиксировали этой ниткой шерстью. Хвостик там где-то. Вот он. Если есть иглы, валяйте сухим способом иглой, то можете этот хвостик взять и зафиксировать иглой. Мочу. Прямо намачиваю. Мылю. И вот так. Это недолго делать. Я притираю, чтобы шерстка схватилась ниткой и зафиксировалась верхний слой. Потом с этим ничего не произойдет. Все приваляется, будет держаться, никуда не денется. Мыльно у вас должно быть, мокренько. Мы выглаживаем и сваливаем поверхностный слой, зацепляем. Можете расстегнуть, изнутри потереть. Можете застегнуть. Вот так покатать. Мыло побольше, чтобы руки скользили. Ой, ой, ой. И вот так. Чтобы она там перекатывалась, эта штука. Пластик нитки у меня не хочет держаться. Это мы заготовили. Ну, во-первых, это застежка. Во-вторых, это тельцы. Можно, конечно, еще потереть 5 минуток. Но, в принципе, ясен. Полощем. Отжимаем. И сушим. Заготовочка для застежки. И заодно эта штучка будет обозначать тельца. А вот эти железячки, торчащие, будут условно обозначать усики. Вы, конечно, можете заморочиться и сделать какие-то более такие длинные, извилистые усики, разместив внутрь проволочку. Но я считаю, что для схематичного изображения вот этого вот достаточно. И теперь мы будем валять, собственно, крылья. И я переворачиваю камеру. И будем начинать. Так. Почему я взяла такую шерсть? Всегда лучше выглядит на более темной шерсти, более светлая, декоративное покрытие. Ну, у нас будет вискоза. Поэтому я взяла шерстку такую. Она, ну, не совсем бабочкиного цвета. Но мы все закроем вискозой. Поэтому взяла вот такую темную, чтобы светлая шерсть, если бы я взяла светлую, она бы вырезала пухом на вискозу, на яркую. Я не хочу этого. Пусть она даст этот цвет медовый, но не будет давать потертость, эффект. Кладем шерсть. Делаем круг. Ну, вот такой. Сейчас померю примерно, сколько это будет шерсть. Кладем вот так по окружности. Девочки, если вдруг среди вас есть кто-то, кто на сайте Планета.ру приобрел мастер-класс мой про кушке и не может его забрать, проблемы там с сайтом какие-то, если у вас возникли, напишите мне личным сообщением. Я вам пришлю ссылочку, и вы свой мастер-класс получите. Если все хорошо, это замечательно. Если вдруг не вышло что-то, то напишите. Так, померяю. Ну, вот 18 сантиметров ширина. Ну, приблизительно. Это все приблизительно. И я начинаю вот так вот концентрическими кругами с нахлёстиком к центру продвигаться, не толсто. Круги, насколько возможно. Чем ближе к центру, тем тяжелее вам будут эти круглые прядки класть. Ну, к центру старайтесь, как получится. Положила. Не толсто. Ну, прощупывать нужно. И если вдруг где-то какие-то просветы, доложить, чтобы ровненько было. Слой должен быть равномерный. Он не должен быть толстый, но он должен быть равномерный. Обязательно. Потому что мы будем тянуть и валять с усилием. Проплешин не должно у вас нигде быть. Поэтому внимательно посмотрите. Вот так вот прощупайте. Маленький хвостик у меня ушел, но я не знаю, сколько, грамма 3. Сделайте толще не страшно, конечно, но на размер будет влиять толщина раскладки, поэтому без фанатизма. Так, сейчас я уже доложу этот хвост. Вот у меня получился кружок. Повторюсь, его диаметр у нас 18 см. Я вела шерсть другого цвета. Делаю вот что. Я делю вот так, мысленно пополам. Я чуть-чуть отступаю. Нисколько? Вбоку. Ну, сантиметр, только два с половиной. Так, прокладываю. С шерстью другого цвета я это делаю. Такую полосочку. Тоненько. И этой же шерстью давайте пройдемся очень тоненько. Так, по периметру. Так, сейчас я напишу, что мы делаем. Если напишется, конечно. Не пишется. Напишется. Девочка, а напишите, очень интересно. Вот так. Вы сколько эфиров этих вторничных видели? Меньше двух. От двух до десяти. Больше десяти. Просто понять, вы приходите часто или не часто, или вы случайно первый раз забрели. Так, я пока положила. Асимметрично, как видно, у меня так, секунду. О, вот так. Наташа, ваш комментарий закрепила свой, потеряла. Так, секунду. Про свитера вчера был, но он еще сегодня есть перед этим эфиром. Эфир. Так, если вы на глаз не уверены, что получится, положите под пырку, под вашу подложку, бумажный кружок из бумаги. Вырежьте, как раз четвертого формата хватит на такой диаметр. Пять, два, почти все. Здорово. С осени. Классно. Ну, разные, да, у вас? Данные. Кто-то давно? Двадцать. Пять до десяти. Класс. Так, ну, кто как. Ну, в общем, пять эфиров — это больше месяца точно. Но с учетом того, что, конечно, не каждый вторник, не каждый может каждый вторник целый час смотреть свой телефон, то можно предполагать, что вы являетесь моими подписчиками уже больше двух-трех месяцев. Диаметр круга 18 примерно сантиметров. Я полью, потом буду раскладывать волокна. Мне так будет удобнее. Можно было бы раскладывать волокна сразу, но я вот решила сначала намочить. С первого осьминожка. Первая осьминожка у нас был практически год назад. Вот, окончилось у меня. Помните, так. Познакомилась с вами на здравоооаляторе. Здравооалятор — это было недавно. Как раз вот сейчас июнь, апрель, мое июнь, пара месяцев. А вот интересно, а здравоооалятор вы откуда пришли? Напишите. Потому что это всегда меня очень занимает, как люди в инстаграме находят друг друга. Был здравоооалятор. Мы, конечно, про него рассказывали. Я понимаю, что в него пришли мои подписчики. Подписчики Аллы, подписчики Снежаны. Но пришли какие-то совсем новые люди откуда-то. Как вы в инстаграме? Где вы информацию берете? Как вы находите? Интересные для вас странички. Я намочила вот такой странный такой кружок. Так, и мы берем вискозу. Я немножечко, чтобы вы понимали, что мы делаем, расскажу. Мы сразу делаем два крыла. Из большого сектора будет верхнее крыло. Из маленького будет нижнее крыло. Мы эти крылья потом прикрепим к нашему тельцу. Поэтому мы сейчас будем иметь в виду, что вот это вот крылья. И, соответственно, будем класть волокна. То есть, если мы хотим рисуночек у нее на крыльях иметь вот так вот от центра к краям, то мы кладем волокна так. Если мы хотим какой-то продольный, то мы кладем волокна по-другому. И вискозу мы можем позволить себе положить достаточно густо. Но густо это не значит вот такими палками, комками. Все равно она должна быть такая вот пушистая. Вот вроде густо, но явных уплотнений нет. Вы должны ее вытащить и сделать ее такой пушистенькой. Потом положить. Не обязательно нам повторять цвет шерсти. Мы можем как хотим тут заложить. Например, вот так сделать. Вот она у меня такая. Хвостик, кончик слижался. Надо обязательно вот так растормошить. И распушить. Чтобы узкие вот эти хвосты, очень сильно уплотненные, не попали в раскладку. Иначе они будут выделяться. А еще есть риск, если вы не очень... Ну, спешите в какой-то момент, что они не приваляются, эти хвостики утолщенные. Поэтому пушить все равно ее надо. Так. Поярче возьмем. У меня все эти мои брошки получаются... Я, конечно, над ними думаю, думаю, думаю. Потому что надо уложиться за час. Но, тем не менее, все это происходит достаточно, на первый взгляд, спонтанно. И я не всегда даже успеваю... Я много думаю над ними. Потом прихожу к решению. Но воплотить его, сделать образец успеваю, честно скажу, не всегда. Поэтому иногда я принимаю какие-то решения на ходу. И это такие фокусы, эксперименты. Бывает, что прямо вот... Делаю изменения в плане, в процессе валяния. Так бывает. Так. Ну, вот как-то разложила. Хочется еще вот сюда, наверное, мне... Поярче желтенького. Ну, не понимаю, как бабочка получится. Я надеюсь, что все будет ясно, когда мы закончим. Не знаю, куда еще подсыпать. Так подсыплю и на этом остановимся. Ну, нормально. Я так заложила вискоской. Густенько. Машинкой палить не будем. Ручками. Поэтому... Я взяла вот эту пупырочку. Мне немножечко покатаем. Вот уже какие-то загогольки тут получились. Ну, девочки, понятно, что валяние наше мокрое. И времени у нас немного, поэтому здесь не будет детализации рисунка, как у настоящей бабочки, типа павлиний глаз. Техника не позволяет. Нет, техника, может быть, и позволяет, но времени тоже не позволяет, потому что за час такую детализацию нереально сделать. Вот это не очень хорошо. Полотенце у меня зацепило. Положу более спокойную, свободную полосу сюда. То есть, будет такая она очень-очень схематичная. Если вы хотите сделать детальный и графичный рисунок, вы можете свалять однотонное полотно, а потом это полотно иголочкой проработать. Но, конечно, времени займет гораздо больше. Чем у нас сейчас вот час. Ах ты! Не годится такая салфетка льняная. Больше не буду такие брать. Махровая отлично работала. Ну, ладно, не хочет, не надо. Мы сейчас сделаем вот так. Вот блинчик я притерла. Хочу его немножечко притереть. Воды много. Переворачиваю. С этой стороны отлипать нечему. Промакиваю. Лишнюю воду убираю. Трем. Нам нужно притереть, зафиксировать шерсть, зафиксировать волокна. Слегка подсобрать торчащую вискозу. Она торчит. И мы подкатаем, чтобы все сцепилось. Можно было бы машинкой прожужжать сейчас. Отлично бы это все закрепило, но не будем. Можно все по-мокрому сделать, конечно. Но детализованный рисунок требует большого количества времени. А у нас такого времени нет. Можно взять пряжу. Можно взять... Сделать... Подготовить шелковую или бескозную бумагу, так называемую. Можно вырезать красивые узоры. Но это, конечно, все очень трудоемко. А очень хочется, чтобы было не трудоемко. Воды не пожалела я сегодня. Подчеркну. Мы раскладываем шерсть вот так. Ну, если говорить формально, в одном направлении. То, что на такой маленькой штучке получится разная толщина. Но если делать рисунок такой четкий, с хорошими контурами. Это, может быть, и не критично. Может быть. Но тут тогда нужно делать каждое крыло отдельно. И делать их симметричными. Что непросто на маленьких изделиях. В технике мокрого валяния. Ну, в общем, все можно. Не боги горшки обжигают. Но тут вопрос в сложности, в трудоемкости, во времени, которое уйдет. То есть нужно, конечно, всегда соизмерять желаемый результат с затраченными усилиями. Ну, моя задача не получить детальную точную копию бабочки. Какой-то конкретной. Моя задача за час свалять брошечку, в которой будет явно узнаваться бабочка. Ну, попробуем. Я вообще-то за простоту... Так, что я сейчас делаю? Я уже взяла в руки. Тут у меня какие-то страшные разводы. Вискоза начала садиться. Воду отжимала, отжимала. Теперь буду немножечко добавлять. Чтобы руки скользили, я сняла перчатки. И мне нужно свалять все это добро. Нужно обращать внимание на то, чтобы краешки не сложились, вот так не завернулись. Иначе некрасиво будет, мы не вытянем. Ничего будет. Залом утолщения. Утолщение нам здесь допустить нельзя. Я иду по всему периметру, прощупываю руками. И продолжаю. Изнанку я не декорировала. Вы сейчас увидите, что было, что стало. Поймете, как я из этого блина сделаю бабочку. И решите для себя, нужно вам декорировать изнанку или нет. Вот это вот кондицию, когда воды достаточно, недостаточно, можно почувствовать только делая. Вот я убирала воду, она мне мешала. Потом я домылила, мне стало сухо, руки перестали скользить. Теперь все у меня свалялось, ну, в смысле, сцепилось. Я смело уже действую, но пены много. Убираю. Что должно быть? У вас должно все легко передвигаться, перекатываться между ладонями. Руки должны скользить, не сдвигая декор. Но не должно ничего литься, и должно ничего расползаться. Можете так катать. Можете катать, если удобно вам, пупырки. Можете в комке, в кулаке. Вспалять надо очень туго, потому что будем резать. Эфир сохранится, и если все будет хорошо, он запишется, не всегда это бывает, я его выложу на YouTube. Я сейчас накидала вискозы, заодно посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, посмотрим, правда, завтра, а не сегодня, потому что, конечно, когда я сваляю, она будет мокрая, и весь этот шик-блеск не будет виден, а завтра она высохнет, это уже будет итог. Но... Тем не менее, посмотрим, хотя бы, какой даст рисунок вискоза, волокно, как она сядет. А завтра уже, когда все будет сухое, глянем, как это все в изделии. Вот усадочка, заметно уже, большая, было 18, стало, сейчас 12. еще хочу. То есть, сейчас усадка 30%. То есть, если бы мы хотели получить вот такой диаметры кружок, нам нужно было бы умножить на 1,5. Был сейчас 12, а раскладка была 18. Но я еще хочу покатать, потому что у меня булавочка малюсенькая. Таких крыл мне многовато. Все легко усаживается. У нас тонкая раскладка. Без проблем можно в два раза усадить. Главное сил применить в нужном направлении. Я катаю вот так. Уменьшаю в диаметре. меняйте направление, чтобы он круглую форму сохранял ваш кусочек. Потому что хороший край, смотрите, какой. Такой зубчатый, ровный. Более-менее. Если не круглый круг, ну вот он у меня сейчас немножечко туда вытяните и берем. Скругляем. Усадка идет в том направлении в каком катаем. Я покатала, скруглился. И меняем направление. Катаем, 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 катаем. Нужно быть уверенными, что вискоза очень крепко держится. Мы сейчас будем резать. Недопустимо никаких отслоений. Все должно быть крепко монолитом. Меряем. На ощупь хорошие уже. 10 был 18. Сейчас 10. Так, где-то у нас была, помните, фиолетовая полоса. И я эту фиолетовую полосу нещадно закидала вискоза. И сейчас непонятно, где она. С этой стороны не найти. Зато с этой стороны легко найти. Видно? Вот она. Потому что, несмотря на то, что она была с той стороны положена на вот эту медовую коричневую шерсть, она свалялась, перемешалась фиолетовая с этой коричневой и вот выступила. Ориентируясь на эту линию, я режу просто вот так по хорде. Простите за мой французский. Одно чуть побольше, другое чуть поменьше крылышко. Очень хорошо бы вот эти края подвалять. Я уже показываю этот способ. Еще раз покажу. Сейчас уваливаем вот этот край. Я возьму пожестче подложку. Она лучше работает. Уваливаем вот этот край. Вот этот. Хотим его затереть. Он резан. Накрываем вторым куском войлока с зазорчиком и запасиком с перекрытием. Видно? Пальцы я ставлю, прощупывая, находя вот там внутри срез того края, который мы уваливаем. Зажимаю и движениями от себя тру. Вот подваленный, вот неподваленный, подваленный, неподваленный, подваленный. Это очень быстро и очень удобно, потому что верхний кусочек войлка он дает нам возможность, он прижимает по всей длине, не только там, где мы держим пальцем если бы я вот так работаю, но и рядом. Ускоряет. Вот как получилось. И то же самое мы делаем с вторым кусочком теперь при помощи вот этого. научилась этому приему я у Мила Юг, ее зовут, или Мила Безюг. Она живет в Краснодаре, валяет умополочительной красоты тапочки, балетки и сейчас еще она вяжет всякое. Я когда-то давно была у нее на мастер-классе, она на тапочках такой приемную показывала. Очень удачный технологический прием, мне понравилось, я запомнила. Тапки как-то валять у меня не пошло, а вот приемчик этот я для тонкого войлока тоже взяла, он работает. Вот такие у нас получились штучки, дрючки. И теперь начинаем примерять и будем резать дальше. Какие там у этой бабочки крылья? Ну к примеру так ставим, чуть загибаем и начинаем пардон лицо то у нас тут на самом деле. И начинаем формовочку. Что хотим? Хотим вытянуть и вытягиваем. Вот так берем и нещадно вот так вот тянем. Только надо симметрично все это делать. Видите? Тянется уже мокрый. Вытянули немножко. можно вытянуть вот здесь. Тогда здесь получится такая ямка. У нас раскладка была такая, такая, что войлок наш легко потянется по радиусу, грубо говоря. можно даже второе корово не приделывать. Она высохнет, будет яркая. Мы приделаем второй раз уже она у нас есть. Сейчас подумаем как. Давайте вот так его приделаем. Так. Положим его вниз. И можно оставить так. А можно подрезать, сделать вот здесь кругленькие вот эти хвостики. если вы скругляете, дополнительно подваляйте вот эти краешки. Так. Подтянули здесь, потянули здесь, 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 здесь. Теперь это все легко пришивается к тельцу очень легко, потому что там у нас шерсть. Вот изнанка как выглядит. Понятно, у нас хватает толщины, чтобы застегнуть булавку. Понятно, что хотел сказать, что понятно, все понятно, что можно декорировать изнанку вискозы, если вы хотите. Это очень просто сделать. Притерли, перевернули, блин, вискозу разложили. Но не обязательно, ее не будет видно. может, ну, за исключением того случая, если вы вдруг захотите вот так ее сажать себе на одежду, чтобы она крылышки чуть-то подзакрыла. Декор потом финишный, любой, какой хотите. я думаю, что будет хорошо и быстро сделать однотонную и вышить, например. Что еще возможно? Я не пробовала, правда, как это на войлоке работает, но попробуем сейчас. У меня пробойничка избы кожи. Можно пробить дырочки, я думаю. Пробьет или не пробьет. По-сухому это точно пробьет, а по-мокрому может и не захотеть. не выходит по-мокрому, по-сухому. Так, вот здесь эти две железочки слегка торчат, имитируя усы, глазки без проблем пришиваются, все это высохнет, будет блестеть вискоза, потому что у нас вот так. сейчас конечно выглядит мрачновато немножко, но в общем и целом вполне себе приемлемо. Аппарат этот самый обычный пробойник дырочки делает в коже. Так, сейчас я ее пристегну, к вам приду пару минут у нас обсудить то, что получилось. немножко буду боком. Так, давайте-ка. Я пока конечно еще ничего не пришивала, вы потом пришьете, а я так предпределаю. Апля. у меня тонкий трикотаж здесь на платье, поэтому прокалывать не буду, булавка толстая, ну, в общем, как-то так. ну, вы знаете уже, или не знаете, если не знаете, скажу, что при формовке перед просушкой вы можете этим крыльем задать, какую вам надо форму, и когда это все хозяйство у вас высохнет, крылышки ваши формы будут держать. не очень видно, я понимаю, там комментарии идут. Сейчас вот так. Должна быть хорошая, когда высохнет. А вы можете вот это вот тоже все тут пошире, поуже сделать, подсобрать побольше. вот это подтянуть как надо, когда будете пришивать. Так, как-то так у меня получилось. Думаю, что никто так не делал раньше. Способ не сложный. Над декором тут есть где разойтись, над чем поработать. Можно придумать, конечно, если хорошенечко прицелиться, вот эти вот всякие кружевочки, какие там у бабочек есть, или можно их залететь в глаз пух шерсть, или можно их пришить потом, когда у вас уже все высохнет. Завтра покажу, что вышло, когда высохнет, как будет блестеть, как будет вискоза работать, как будут работать эти махеровые нитки на тельце, которые у меня там пушистенькие. ну, вот так. Спасибо, очень рада, что, ну, простой способ, согласитесь, час еще не прошел, прошло где-то 50 минут, и все готово, на самом деле, только сушить, ну, потом прихватить пару раз ниточкой. Опять первый глаз. Ниточка на тельце, да, эти нитки пушистые, хорошо, они пушистые еще, махеровый этот ворс, он вверх торчит, можно взять разного цвета и обмотать потуже, они действительно так необычно выглядят, и махнатость дополнительную дают. Ну, жду ваших бабочек, как обычно. Вот это у меня первая экспериментальная, тоже еще мокрая, такая слаборозовая, зато на той стороне вам какая. Тоже еще не закрепленная, не такая. Можно делать однотонный, я даже думаю, что будет очень интересно делать однотонный, и потом минимальный декор. Сейчас, ну, я думаю, все вы знаете, кто валяет, Ольгу Демьянову, которая мастер по такому тапочному плотному волку. У нее сейчас есть курс и такая идея раскрашивать, декорировать тапочки при помощи росписи красками по ткани. Они уже протестировали, все хорошо держится на тапках. я считаю, что на бабочках это вообще беспроигрышный вариант. Если вы не хотите ничего желать, ничего долго раскладывать, вы делаете однотонную, и потом парой штрихов наносите минимальный узор, и у вас уже полная красота, которую можно стирать и все что угодно с ней делать. Вот, что я вам хотела сегодня показать. Хэштег придумываем, ничего не придумываем, по-прежнему правой логбабочка отличный хэштег, легкий. Ирина пишет, из-за свитерочков накопились долги по домашним заданиям. Да, мы валяли свитерочки с девочками, было много активных валяльщиц, то есть, ну, я просила участвовать тех, кто будет валять со мной, не все успевали, но многие успевали, раньше меня, и вот уже мы сделали, все закончили, все сваляли, кто хотел, все получилось, но, конечно, времени ушло какое-то количество. чем узоры акварели, нет, акрилом, акварели неудобно будет акрилом, акриловые краски есть для ткани, они густые достаточно, можно пожир развести, кто автор росписи, у Ольги Демьяновой, я не помню фамилию, надо посмотреть, посмотрите, так, ну, что ж, второй тур по свитерочкам я планирую, но не прямо сейчас, мне надо передохнуть и систематизировать информацию, и немножечко на другой площадке я хочу, будет, будет анонс обязательно, но немножечко попозже, ну, что ж, без одной минуты, час, 3-4 минутки есть, если возникли вопросы, эфир сохраню, если все будет хорошо, на YouTube отправлю его, сможете посмотреть, потом, сколько хотите, раз пересмотреть и очень-очень жду ваших работ с хэштегом провойлок бабочка либо провойлок послесловия либо и с тем и с другим и, интересно увидеть это не просто вот так, а в носке, так сказать, на сумке, на свитере, YouTube канал называется провойлок латинскими буквами про войлок так, что еще не сказала, пролистаю прокраски да, вот часы валяли с Ольгой Демьяновой, у шкатулочки был такой флешмоб, да, 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 кто не увидел не успел тот может пересмотреть я сохраню эфир две минутки и я заканчиваю чтобы успеть